Уже с ранних лет я узнал, что никто мне ничего не должен. Никто просто так ничего мне не даст. Но если я буду настойчив, я могу получить все, что только захочу. Он один из самых ярких кикбоксеров, которых видел мир. При небольшом росте он запомнился своей жестокостью и бескомпромиссностью в бою. Майк Замбидис родился 15 июля 1980 года в греческом городе Порто-Рафти и довольно рано улегся боевыми искусствами. Начав 9 лет он попробовал каратэ, классический бокс, борьбу, мой тай, ушу саньта и даже панкратион. Но остановился он в итоге на кикбоксинге, где и достиг потрясающих высот. Став 18-ти кратным чемпионом мира по разным версиям, из 181 боя он выиграл 157, из которых 87 нокаутами. Всю жизнь кумиром Замбидиса был его американский тезка Майк Тайсон. У бойцов много общего. Оба часто вырубали своих соперников и оба получили одинаковое прозвище – Железный Майк. Как и Тайсон, Замбидис часто оказывался на ринге против бойцов выше себя ростом. Да и неудивительно – сам Майк высотой всего 167 сантиметров. Но эта разница не мешала ему вырубать оппонентов. Например, на шоу К1 World Max 2003 Грек пересекся с датским кикбоксером Альбертом Краусом, бойцом на 8 сантиметров выше Замбидиса. При этом надо понимать – важно не только то, что голова оппонента выше, но и то, что конечности противника длиннее и позволяют ему расстреливать цель с безопасного для себя расстояния. Однако Альберту его выигрыш в росте помог слабо. Весь первый раунд бойцы бодро перестреливались на дальние и средние дистанции. Причем разница в длине конечностей не мешала Греку доносить до лица Альберта свои тяжелые удары. При этом Майк взглядел в лицо противника прекрасный супермен панч. Второй раунд закончился почти сразу. Жесткий правый боковой отправил противника на настил. Удар был такой силы, что несмотря на отчаянные попытки Альберт не смог встать. Через 5 лет Краус вернет должок, победив Майка техническим нокаутом. Один из противников Майка вообще превосходил его на целых 16 сантиметров. С японцем Сатору Сузуки Замбидис пересекся на шоу К1 World Max 2005. С самого начала Сатору осторожничал, уворачивался от наскоков Замбидиса, но при этом пропускал много лоу-киков, потихоньку отбивавших ему ногу. Во втором раунде это сработало. Очередной лоу-кик от Майка и противник не может встать на поврежденную ногу, и сел после чего ему отчитали нокдаун. Японц поднялся, но Замбидис уже знал что делать. Следующий лоу-кик в сочетании с хай-киком отправил противника на настил. И хотя он нашел мужество подняться, его нога была так сильно повреждена, что рефери остановил бой, опасаясь за здоровье бойца. О Замбидисе заговорили в 98-м году, когда он стал победителем европейского первенства среди профессиональных бойцов, когда ему было 18 лет. Спустя полтора года он принял решение перебраться в Австралию, которая известна сильной школой кикбоксинга. Вскоре Майк стал впервые чемпионом мира во второй полусредней категории, правда по версии WOKA, которая считается не такой уж и престижной. Однако эта победа все равно вдохновила Замбидиса на дальнейшие усиленные тренировки. Уже тогда он обрал собственный стиль на ринге. Замбидис любил впечатывать противника канатом и отвешивать целую серию пушечных апперкотов и хуков неистовой силы. В период с 2001 по 2002 Майк бился в двух крупных гран-при мирового значения, однако тогда дальше отборочных стадий он не прошел. Бэтс не отчаялся и продолжил тренировки. Вскоре Майк победил на турнире по тайскому боксу King of the Ring, который проходил в Италии. Грек одержал победу досрочно во всех трех боях. Спустя несколько месяцев он блестяще провел поинок в родных Афинах. Тогда Майк победил нокаутом легенды 90-х Хасана Касриуи. После этого его окрестили перспективным молодым бойцом. Последующее десятилетие принесло ему немало ярких побед. Правда, Майк так ни разу и не выиграл в гран-при King of the Ring. Однако зрители его все равно любили. И в популярности он превосходил большинство бойцов, которые его побеждали. Первым противником Майка в профессиональной карьере стал Турак. Варис Низив, которого Грек победил техническим нокаутом. И это было только начало. Так уж получилось, что Майк частенько противостоял противникам именно турецкого происхождения. И всех их победил. В какой-то момент счет серии Замбидис против Турак стал 11-0. За это Стальной Грек получил прозвище Туркитер. Многие из этих побед были довольно жесткими. Даже слишком жесткими. Например, в 2002 году Замбидис на шоу К1 Океане МАК 2002 пересекся с бойцом по имени Джен Бенник. В том году парни уже встречались на ринге. И Бенник тогда отправился в нокаут. Так что этот бой был реваншем. Что добавляло интриги. Противники начали бой очень бодро. Во втором раунде замес продолжался. И тут Бенник отлетел в нокдаун. Нарвавшись на боковой после отличного колена в прыжке от Грека. Майк пытался добить противника. Однако Дженк не только дожил до конца раунда. Но и дал достойный отпор. Проблемы у Турка начались после того, как еще одним хорошим ударом колена Майк открыл ему сечку. После этого они слеснулись не на шутку. И Замбидис в бешеной рубке неоднократно ронял противника. Толкая. Поэтому судья вынужден был дать ему предупреждение. В общем, Дженк все равно отправился на настил. Не удержавшись на ногах от ударов противника. Причем Майк чуть не зарядил лоу-кик по лицу уже сидящего противника. Но смог вовремя остановить удар. После очередной связки Грека судья остановил избиение. Отдав победу техническим нокаутом Замбидису. Следующим турецким кикбоксером, которому не повезло встретиться с железным Майком, был Гуркан Оскан, встретившийся с Греком на турнире Новый Спек 2 в 2003 году. Оскан был не только более осторожным, чем Бенек, но еще неплохо отвечал на наскоки Замбидиса. Развязка наступила в 13 раунде. Прикормив корпус противника, Замбидис неожиданным боковым справа отправил Гуркана в глухой нокаут. Был ли в его жизни момент, когда ему хотелось все бросить, и он испугался? Оказывается, да. И Замбидис охотно рассказывает об этом моменте, так как вполне справедливо считает, что никогда не пугается в жизни тот, кто никогда и ничем не рискует. В 2001 году в Австралии, когда в бою с Майком Копом, которого он уже почти победил, тот раскрыл ему бровь коленом. Да раскрыл так, что в кабинете врача в зеркале Майк увидел кость собственного черепа. Зрелище было настолько страшным и отвратительным, что Грек впервые почувствовал холодок в груди. Врач зашивал ему бровь около полутора часов, и потом пришлось задерживаться в Австралии лишнюю неделю, ожидая выздоровления. В эту неделю, живя один в Австралии, он многое передумал. И вот тогда-то ему и пришлось взять самый главный бой в своей жизни, бой с самим собой, так как в какой-то момент ему показалось, что он больше никогда не сможет выйти на ринг. 20 февраля 2005 года в Мельбурне состоялся турнир «Кикер против боксера», главным поединком которого стала встреча между Майком Замбидисом и Стэнли Нандексом. Нандекс представлял собой точную копию Майка Замбидиса, по антропометрическим данным, за исключением разницы в цвете кожи. Поединок проходил в весе до 76 килограммов, и уже на первых секундах поединка Стэнли порадовал публику зрелищным ударом на гость разворота по защите Майка. Майк же, проведя первую половину раунда в ожидательной манере, резко активизировался во второй половине раунда, отправив Стэнли в нокдаун с желчным ударом колена в полете. Нандекса, явно не ожидавшего, что распрямившийся как кружина низкорослый Майк засадит ему коленом, тут же поспешил встать под отсчет рефери. Майк же, в свою очередь, не стал долговозиться, и тут же завершил поединок повторным ударом колена в полете. Стэнлин Нандекс, выходивший на бой с намерением получить добычу в виде Майка Замбидиса, сам стал добычей, и еще долго не мог встать на ноги после нокаута. Замбидис же забрал очередной жирный чек, пополнил свою копилку побед еще одним внушительным нокаутом. 4 мая 2005 на турнире К1 World Max 2005 состоялся один из самых эпичных поединков Майка Замбидиса против Нарифуми Кида Ярамото. На момент 2005 года Нарифуми был одним из лучших бойцов ММА в Японии. В декабре 2004 Нарифуми принял участие в боях по правилам К1 и задал тяжелейший бой самому Масато Кабояши, являвшегося на момент 2004 года чемпионом К1 и суперзвездой Японии, проиграв Кабояши разногласным решением судей. Но Нарифуми не побоялся принять поединок с не менее опасным Майком Замбидисом, который представлял тогда серьезную угрозу абсолютно для любого бойца. Бодли на Нарифуми Ямамото был завершен на первой минуте третьего раунда. Японская звезда ММА, огрызавшаяся весь поединок, пропускает тяжелейший и в то же время точный правый хук подбородок и падает на настил ринга. Казалось, что в этот момент замерла вся японская публика. Жена Ямамото закрыла рот ладонью от удивления и невежливо случившееся на ринге. Ее мужа отправили в тяжелейший нокаут на глазах всей Японии. А Майк Замбидис вновь подтвердил амплуа одного из самых нокаутирующих бойцов веса до 70 кг. Гаскомпромиссное ведение поединка, стремление вырубить соперника любой ценой и мега убойнейший правый хук сделали Майка Замбидиса величиной экстракласса в истории К1. Поединки Железного Майка стали неотъемлемой классикой всех любителей олдскула. В 2006 году судьба пересекла Майка с легендарным бойцом Муэйтай с Самбатом Банчамеком. Чтобы понять уровень этого бойца, достаточно сказать, что он является восьмикратным чемпионом мира по Муэйтай по разным версиям и разных весовых категориях. Встреча этих легендарных бойцов интересна прежде всего противостоянием стилей. Европейский кикбоксинг с упором на мощные удары руками против тайского бокса, где основное повреждение противника уносит ногами с дистанции, а также коленями и локтями в клинче. Правда, по правилам схватки, Самбат был лишен главного оружия – ударов локтями. Они всегда были запрещены в К1. Разницу стилей можно видеть уже по стойке. Высоко поднятые к вискам перчатки Самбата защищают его голову от возможных ударов локтями, хотя они и запрещены. Невозможно забыть то, что это убивало мышечную память годами. Майк же держит перчатки у челюсти. Это нормальная стойка кикбоксера. В первом раунде отлично проявились различия в ведении боя. Майк старался с расстояния налететь на противника и провести свой любимый боковой с руки. Тайджин оказывал любые действия грека очень быстрыми ударами ног по разным уровням. Во втором раунде Майк решил поклинчевать. И зря. Так как тайцы славятся мастерством работы в клинче. В итоге практически сразу Самбат отправил на настил ловкой скруткой. Приемом, как раз характерный для тайского бокса. Редко применяемым в кикбоксинге. И снова видна разница стилей. До конца раунда Самбат провернул этот прием еще два раза. Но из амбидис не ударил в грязь лицом. Познакомив его с отличным боковым по печени с руки. Который явно доставил тайцу немало неприятных ощущений. В третьем раунде противостояние продолжилось в том же ключе. Так и закончился этот бой. Где настоящие мастера своих стилей. Раскрыли любителям всю красоту муайта и кикбоксинга. В итоге по очкам вполне заслуженно победил Самбат. В 2010 году Майк Замбидис вышел на бой против датско-марокканского кикбоксера. По имени Шахид Оулат Эль-Хадж. Бой был настолько крутым по уровню бескомпромиссного противостояния. Что судьи вынуждены были дать дополнительный раунд. Так как не были уверены в решении, кто же круче. В первых секунд парни устроили настоящую рубку на средней дистанции. Не боясь ударов противника, они осыпали друг друга боковыми. Иногда добавляя колени и ноги. В таком стиле прошел весь первый раунд. В самом начале второго раунда Майк поймал Шахида на ударе коленом и отправил в нокдаун. Противник поднялся и за минуту до конца раунда снова оказался на настиле. После бокового удара крека. Майк боялся было добивать, но не тут-то было. За 14 секунд до конца раунда он и сам нарвался на левый боковой и упал на настил. Весь третий раунд был бескомпромиссной рубкой двух профессионалов. Публика завелась так, чтобы поддерживала дружными криками каждый акцентированный удар противников. В конце концов бойцы получили дополнительный раунд. Дополнительный раунд шел в таком же жестком противостоянии. Пока за 34 секунды до конца боя Майк не отправил Шахида в еще один нокдаун. Поднявшись, Хадж не просто достоял, оставшись в полминуты. Он продолжал атаковать. Тем не менее, судьи отдали заслуженную победу по очкам Майку. Это был великолепный бой двух воинов, который стоит посмотреть всем любителям единоборств. Через два года состоялся их реванш. В этот раз бойцы работали гораздо аккуратнее. Все три раунда прошли ровно. Иногда противники зарубались, как в старые добрые времена. Но бой был все равно лишь бледной тенью первого противостояния. С 20 секунд до конца боя левый боковой от Майка поставил точку, отправив Шахида в нокаут. Травмы для боевого спорта – штука распространенная. Часто противники ставят в другу сечки или ломают носы. Но вот сломать челюсть одним ударом – такое случается редко. В 2011 году Майк Замбидис встретился с российским кикбоксером Бату Хасиковым. Бойцы хорошо обрабатывали друг друга ударами, пока Бату не зарядил Майку жесткий удар с колена в челюсть. Поначалу казалось, что все нормально, и бойцы продолжали биться. Но неожиданно Майк встал на колено и поднял руку, признавая поражение. Доктора обследовали его и выяснили, что Хасиков сломал противнику челюсть одним ударом. То, что Замбидис не сразу отреагировал на травму, породило слухи, будто бы боец проглотил капу. Я проглотил капу? Мне говорили про это, но это ж смешно. Но тогда было вообще не весело. Знаете, я впервые получил подобную травму. Я дрался. Потом чувствую, как будто у меня между зубами застрял еще один зуб. Я пытался секунд 30 понять, что же там такое, почему так. И потом я понял, что это моя челюсть, и решил остановить бой. Да и было пиздец, как больно, если честно. Перелом челюсти – одна из самых страшных спортивных травм, поверьте мне. Даже страшно вспоминать, что я в тот момент переживал. Прием пищи для меня был настоящим кошмаром. Два месяца я почти не мог есть. Мой рацион больше напоминал рацион младенца. Залечив челюсть, Замбидис, естественно, захотел реванша. И получил его в 2014 году на шоу «Файт Найтс» битвы под Москвой 15. Поединок начался с обоюдных атак. В третьем раунде Батух Хасиков нанес майку, удар коленом в голову и рассек бровь. Судьи и врачи хотели остановить схватку. Но секунданты из обидеса настояли на продолжении. В итоге раздельным решением судей победил Хасиков. В начале 2015-го, после схватки с Харуном Киной на Iron Challenge 2015 в Афина, завершившегося нокаутом в пользу Замбидиса, спортсмен объявил о завершении карьеры. Он сказал, что проведет еще два поединка и покинет ринг. Первый из анонсированных боев состоялся на Кипре 9 мая 2015-го против турка Эрка Наварола. По итогам пяти раундов победу по судейскому решению одержал Мэк Замбидис. Прощальный бой легендарного Грека прошел 27-го июня 2015-го на родине в Афинах. Соперником Замбидиса стал титулованный австралиец Стив Моксон. Поединок был зрелищным и бескомпромиссным. Бор продолжался все пять отведенных на него раундов и до последнего момента одержал в напряжении. В итоге Мэк Замбидис поставил жирную точку в своей профессиональной карьере, победив единогласным решением судей. Мэк Замбидис вырос в семье понтийского грека. Это значит, что для него семья – это навеки. Дружба – это навеки. И раз он дал слово, то это навеки. Мэк Замбидис Мэк Замбидис Мэк Замбидис Мэк Замбидис Продолжение следует...